Всем привет, с вами Алина и рада приветствовать вас на своем канале. Никто не смотрел прошлое видео, где я вам рассказывала про наши выводы в Ирландии спустя полгода здесь. Там я вам говорила, что прямо сейчас, после того, как я сняла это видео, буду начинать снимать для вас следующее видео, а именно про медицину, буду вам рассказывать нашу историю с лекарствами, с медициной, что у нас в общем произошло. Ну и перед тем, как я начну, по традиции, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, и если у вас останутся какие-либо вопросы, вы знаете, что делать, вы мне можете написать в комментариях, либо лично в инстаграм, телеграм, ссылки, как всегда, в описании под этим видео. Ну, чтобы долгое время не тянуть, давайте сразу начинать. Ну, а начать я вам предлагаю с самого начала, ну не прямо с самого-самого, не с нашего приезда, а с момента, когда мы переехали наконец-то в дом. Мы живем сейчас возле Малингара, в окрестностях Делвина, можно так сказать, и начну именно с этого момента. Ну и, понятное дело, где-то спустя неделю, как мы сюда переехали, немножко обжились, обустроились, мы начали заниматься нашим медицинским вопросом. Первое, что мы хотели сделать, это найти нам, нашей семье, нашего JP, нашего семейного врача. И как вы думаете, получилось у нас или нет? Спойлер, конечно же, нет. Отлично. В общем, мы поехали в больницу в Делвине, она здесь одна. Там попробовали объяснить нашу ситуацию, что так и так, мы с Украиной, нам нужен как-то наш семейный врач, что нам нужно сделать, пока что у нас медкарты нет, в общем, скажите, что нам нужно делать. Там нам ответили, что даже если бы у вас была медкарта, наш JP, который здесь работает, он не мог бы стать вашим JP, потому что он занят, у него нет свободных мест. В общем, мы подали наше заявление на получение медкарты, и получили мы их, кстати, очень быстро. Понятное дело, на самих медкартах у нас не было написано имя нашего семейного врача, потому что у нас его нет, а ждать его от государства минимум 9 месяцев, и то не факт. Поэтому мы просто были рады, что мы уже получили медкарты хотя бы, и мы уже имеем право на бесплатную медицину здесь, это уже очень круто. И мы решили во второй раз пойти в нашу больницу в Делвине, потому что мы как бы проживаем в Делвине, и, понятное дело, нам нужно идти туда. Взяли наши медкарты, все наши документы, пошли еще раз попробовать записаться на прием, как-то записаться вообще в эту больницу, потому что нам нужно получить лекарства, которые моя семья принимает на постоянной основе. Нам просто нужен был рецепт от врача, чтобы мы получили наше лекарство, и все. Нам не нужно было никакой ни обследования, ни анализа, ничего. Просто рецепт от врача нам нужен был. Ну и, понятное дело, в принципе, ожидаемое, нам точно так же сказали. Пока у нас шейпи занят, у него нет свободных мест, поэтому, извините, но до свидания, нам очень жаль. Ну, как бы, нам тоже было жаль. Потом мы решили попробовать поехать в больницу в Малингаре. Это центр графства, в котором мы живем, плюс это самый ближайший и большой город от нас. Мы поехали туда в больницу, и нам, как вы думаете, нам сказали то же самое, что пока тут у нас свободных мест нет, чтобы кто-то был вашим джейпи. К сожалению, нам очень жаль. Рецепт от врача, да, мы понимаем, что вам он сейчас нужен, но это может сделать только джейпи, поэтому, извините, нам очень жаль. Но, слава богу, у нас здесь есть знакомый, который нам помог с рецептом. Этот человек работает здесь врачом в Ирландии, и он нам выписал хотя бы временно рецепт, чтобы мы смогли получить наше лекарство. Поэтому, в принципе, месяц мы пока в этом вопросе не нуждались, но мы все равно пытались хоть как-то что-то сделать. Мы там спрашивали и у наших хозяев, и у других знакомых, и у соседей. И, наверное, по приятной случайности, приятному совпадению, наши соседи, точнее, наша соседка как раз-таки работает, в больнице, в клинике по ментальному здоровью. И она, на самом деле, нам очень сильно помогла, потому что она, не знаю с кем, она с кем-то договорилась, потому что мне потом позвонила одна женщина, которая работает в больнице, и я через нее записалась на прием к врачу, точнее, записала всю нашу семью на прием к врачу. Мы заполнили на всех специальный бланк на appointment, на то, чтобы записаться на прием к врачу, указали все наши данные, отправили, мне потом еще раз перезвонили и сказали, где и когда мы сможем приехать. И нам тогда сказали, что да, в Малингаре действительно никого свободного пока что нет, но ближайший город это Атлон, куда вы можете поехать. Атлон это от нас где-то 80 километров, ну, окей, как бы, ну, туда-так туда, это не в Дублин ехать, понятно, я не знаю, поэтому мы согласились, конечно же. И нам сказали, что мы можем приехать вот уже на следующий день с такого-то по такое-то время. Нам сказали адрес, айр-код, куда нам ехать, все нам было сказано. Мы поехали в это место. И как вы думаете, что там произошло? Ничего. Грубо говоря, ничего. Мы приехали, встали в очередь, когда уже наступило наше время, там до нас и спереди нас было очень много людей, мы все зашли, там была регистрация, то есть каждый подходил, говорил свое фамилию, имя, и говорили, какому доктору вы сейчас можете идти. То есть это все те люди, которые были записаны сегодня на прием, точно так же, как и мы, потому что мы заполнили этот бланк на заполнение на прием к врачу, нам сказали, вы можете приехать вот сегодня на это время, мы так и сделали, мы приехали в это место, в которое нам сказали, точно так же, как и все остальные люди сказали имя, фамилию и так дальше. Потом нас не могли найти в базе, нас уже немножко это насторожило, потому что всех так сразу пропустили, у нас как бы та же ситуация, я все это сказала, тоже фамилию и имя, но нас не нашли, потом нам сказали, ладно, отойдите пока в конец очереди, мы сначала обслужим всех, потом вас. Ну окей, хорошо, подождали еще несколько минут, подходим снова, я уже начинаю говорить имя, фамилию, дату рождения, в общем, все то, что я заполняла в бланке, и как я поняла, этот человек на регистрации начал снова заполнять нам бланк на прием к врачу, то есть нам уже тогда сказали, что сегодня вы попасть точно не сможете, потому что вас в базе нет, и человек начал заново заполнять этот бланк, который я уже заполняла. И когда доходит дело до того, чтобы сказать адрес, я же говорю наш адрес, говорю Делвин, и на этом просто все потухли, они не поняли, почему мы живем в Делвине, и почему мы приехали в Атлон. Мы там подождали несколько минут, люди отошли, там что-то пошептались, переговорили между собой, вернулись к нам, и говорят, извините, но так как вы не проживаете в Атлоне, и в окрестностях Атлона, принять здесь мы вас не можем, потому что вы здесь не живете. Я говорю, как так? Я заполняла этот же бланк, который вы заполняете. Мне звонили и сказали, что вы можете сегодня приехать сюда на это время, у вас уже вы записаны на прием. И тут мне говорят, нет, извините, да, мы вас понимаем, мы все понимаем, но мы не можем сегодня вас принять и вообще в какой-либо другой день, потому что вы здесь не живете. Ну, мы, понятное дело, просто ушли, потому что смысл там был оставаться, что-то дальше выяснять не было, мы прекрасно поняли, что все, нам говорят, до свидания. Понятное дело, написала нашей соседке, она была тоже в шоке на самом деле, потому что она сказала, что вас должны были принять после такого долгого путешествия, после того, как мы проехали 80 километров в другой город, после того, как у нас был заполнен бланк, у нас все было заполнено, все было договорено, нас должны были принять, но этого не сделали. В общем, как эта ситуация разрешилась дальше? К нам пришла снова наша соседка, дала нам одну бумажку, чтобы мы заполнили, но то, чтобы поменять наши медкарты, потому что она нам нашла вроде как нашего будущего JP, это прям такое спасение, просто я не знаю даже, как это отблагодарить, поэтому сейчас пока что этот вопрос, он все еще в процессе, как только все разрешится, мы получим наши новые медкарты с нашим семейным врачом, попадем на наш первый прием к нашему семейному врачу, я сниму как бы продолжение этого ролика, вы узнаете, чем вся эта история закончилась, но первая часть такая, конечно, немножко нервная была, но пока что вроде бы начинает все налаживаться, как все будет дальше, вы тоже будете свидетелями всей нашей истории, как всегда, поэтому, чтобы не пропустить никаких моментов, обязательно ставьте колокольчики, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Теперь у меня есть вопрос к вам, кто уже тоже в Ирландии, и кто здесь достаточно давно, расскажите мне ваши истории по поводу медицины, по поводу приема врача, как у вас все это происходило, нашли ли вы себе JP, я думаю, не только мне, но и другим зрителям, которые здесь либо планируют, что приехать тоже, будет это интересно, и самое главное, полезно знать. Ну, а пока что на этой приятной ноте я предлагаю заканчивать это видео, всем большое спасибо за просмотр, мы с вами увидимся уже в следующем ролике, но перед тем, как вы закроете видео, не забудьте сделать там одно волшебное действие, чтобы ваша кнопочка стала серой, а не красной. В общем, всем большое спасибо за просмотр, увидимся с вами уже в следующих видео.